АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, а вообще-то я уже давно на своей очереди, да? А, так о чем я? А, да. Для чего же родился Христос? Вот вы, наверное, все думаете, что Он родился, чтобы кто-то стал зрячим, чтобы кто-то перестал лгать. Я смотрю по лицам в зале, что вы далеко не все понимаете о тонких духовных материях. Вы все, конечно же... Я это не теряется. А, видите, земное, видимое. И далеко не всем добро-здравом это дается. Это приходит свыше. Вы представляете, каждый из нас сам видишь, живет, существует. А там, до духовного уровня, до духовного, и происходят такие чудеса, о которых даже страшно подумать. Это очень тонкая материя, и это не для всех. Так вот, о чем же я? Ах, да, Христос. Христос — это человек, который... Прошу вас отметить, это не просто человек, это величайший учитель. Да-да. Сейчас я вам все объясню. Камера, мотор, снимаем. Так вот, Христос. Христос — это человек. Но уж если хотите, и властная личность, которой подчиняются духи, тогда те самые духи, которые борются за наши с вами жизни и души. А-э-э-э-э... Человек... Ох, человек. Человек — это не просто тело. Это не то, что на своей виде. Человек, у него есть, оказывается, душа. И эта душа, она важнее всего его тела. Это самое ценное, что есть у этого человека. И вы представляете, за вот эту душу злые духи борются. Происходит духовная борьба. Да, борьба, которая между добром и слов, между Богом и сатаною. И эти злые духи иногда нападают на этого человека. И он, в основном, издает еще один злые духи. Про такого говорят, что он бесноватый. Да, да, да. И этот человек, представляете, он уже не надеял свою тему. Нет? Он не садовывает, ни с чем. Он ничего не может сделать. А злые духи радуются. Да. И это на руку. И мучается такой человек. Да. Вы не знаете, как же испарится с тема этого, но знаете, Христос. Вот именно он обладает такой властью, силой, чтобы изгонять. Ты изгонять скорее. Представляете, Христос изгонял пьянка. Ах! Фу! 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 Абсурд! Ерунда! Что-то это слишком сверхъестественное. Я даже не верю. В это уже никто не верит. Тьфу, тьфу, тьфу. И культурному человеку совершенно непонятно. Да, что вы знаете, Христос обладал сверхъестественной властью. Так, учите, целитесь, сверхъестественная личность. И я вот тут пишу. Господа, все это ваши субъективные мнения. Мне нужно что-то реальное, конкретное, современное. Что об этом думает наша современная молодежь, Телягин? Что вы думаете, скажите, что у тебя? Зимфира. Последний альбом. Я спрашиваю, что у тебя есть сказать по этому поводу? По какому? Ну, по поводу фильма, который мы снимаем. Молодежь. Им ничего не нужно, кроме этой музыки. Ничего, ничего. Я разберусь. Так, что ты думаешь о Христе, который родился? Иисус Христос. Это в смысле рок-опера? Джизус Христ, собственно. Нет, мы сейчас говорим о Христе, как о величайшем человеке. А, я понял. Да как мне не понять, что при моем-то при уме. Ну, ну что я знаю о Христе? Он творит чудеса. Он, похоже, море раздвинул и всех манной засыпал. Прошу, прошу извинить. Христос этого никогда не делал. Какая разница? А, ну да. Я вспомнил. Снимаем кавера «Мотор». Он еще превратил воду в вино. Представляете? Воду в вино. Вот так сказал. Говорит. «Принесите мне вина». Нет. Воды. Подожди, подожди, подожди. Может, получится. Иисус посмотрел на эту воду. Вода как вода. Даже противно. А в ту ночь у людей-то сходьба была. Им порадоваться хочется. А нет вина. И все магазины закрыты. Так вот. Иисус говорит. «Принесите мне воды. Я превращу ее в вино. Но как сказал, так и сделал». Что мы делаем? Что мы вытворяем? Но ведь невозможно показывать Иисуса Христа таким. Но ведь в Библии же нет такого. Где образ смирения? Где кротость? Где эти знания? Где учения, которые Он принес с собой на эту землю? Друзья, пожалуйста, я решила невозможная работа.